С каждым годом их становится все меньше и меньше, годы берут свое. У кого-то не ходят ноги, сердце болит, но они по-прежнему приходят в этот парк в Бруклине в память о жертвах Холокоста. Это вспоминать больно, трудно. Многие из тех, кто выжил тогда, были еще детьми, но память не дает забыть тот ужас, который они пронесли через всю жизнь. В Бруклине проживает самая большая еврейская диаспора за пределами Израиля. Бруклин еще называют американским Тель-Авивом. Среди населения есть люди, пережившие Холокост. Очень важно молодому поколению знать правду о Холокосте и через какие страдания прошли бабушки, дедушки, старшие поколения. Мы хотим пожелать будущим поколениям, чтобы они боролись и поддерживали движение за мир, чтобы голубое небо с солнышком было над ними, чтобы они не знали той черной коричневой чумы, которую пришлось пережить нашему поколению. Молодого поколения, наши дети, наши внуки, наши правнуки. И хочу сказать, что не зная прошлое, никогда не будет будущего. И это очень важно, что пока мы живы, мы живая память, и можем оказать содействие о том, чтобы знакомить людей, что пришлось пережить нашему старшему поколению. Я хочу только обратиться к поколению наших детей, внуков, правнуков, чтобы они берегли мир, чтобы никогда больше на земле не было войны. Мы делаем сейчас все для того, чтобы, и в том числе я, для того, чтобы люди говорили об этом, не забывали об этом, передавали детям, внукам и всему будущему поколению. Это невозможно рассказать. Малолетние узники гетто, мы не совершали никаких подвигов, но выжить в таких условиях, в гетто и в концлагере, это уже подвиг. И нам, оставшимся, я хотел бы пожелать, чтобы жили до 120, и не уставали рассказывать своим детям, внукам о происшедшем. Потому что сегодня 6 миллионов сердец обращаются к нам, и каждый голос их должен быть услышан. Если мы забудем Холокост, у нас не будет будущего. Мы должны быть уверены, что мы будем обучать молодых людей, рассказывая о страшном времени в Холокостах. Будущие поколения должны знать и помнить о миллионах евреев, сгоревших в этом огне. И снова и снова я спрашиваю себя, «Что мы делаем, чтобы остановить это? И что мы делаем, чтобы помнить? И что мы еще должны сделать, чтобы это никогда не повторилось?» Это стихотворение немецкого пастора Мартина Немюллера, узника концлагеря «Дехау», найденное в музее Холокоста, говорит о многом. Сначала они пришли за социалистами, и я молчал, потому что я не был социалистом. Затем они пришли за профсоюзными активистами, и я молчал, потому что я не был членом профсоюза. Затем они пришли за евреями, и я молчал, потому что я не был евреем. Затем они пришли за мной, и не осталось никого, чтобы говорить за меня. Я призываю вас всех никогда не забывать о Холокосте. Мы обязаны рассказать об этом нашим детям, Семьям, общине. Ты – будущее, и от твоего голоса зависит, чтобы Холокост больше никогда не повторился. Never again. Семьям, общине. Семьям, общине.